Меня немного шокировала лента ВКонтакте, где появилась куча старых знакомых с сообщением Facebook заблокирован, теперь мы здесь. А VPN чё, не варик? Говорят, что бесплатный VPN бывает только в мышеловке. И да, и нет. В случае с псифон, наверное, я бы сказал, что нет. Да и вообще сейчас такое время, что появилось много энтузиастов, которые раздают бесплатный VPN для жителей России. Для россиян доступ к информации сейчас это вопрос выживания. Я так думаю. Псифон не от этих энтузиастов последнего времени, псифон это от энтузиастов по жизни. Приложение бесплатное, опенсорсное, разработчики идейные, правозащитные. Изначально разрабатывали псифон в помощь тем, чье право на доступ к информации ограничивается. Но это не стандартный VPN, не классический. Для стандартного VPN шифрование коммуникаций основная функция. А обход блокировок — бонус. Псифон — это средство для обхода именно блокировок. Приложение есть под Desktop, Android, iOS, а в MacOS есть ограничение по процессорам. Не на всех пойдет. Как ни странно, нет под Linux. Ну и собственно вот. Все, что вам нужно — это запустить экзешник. Ну то есть приложение даже не требует установки. Просто экзешник на 26 мегабайт. Если надо — удалили и все. Никакого псифона у вас никогда не было. Да что вы, товарищ майор, я свой. Я за ядерную войну. Ну и собственно все. Псифон подключен. Мы в Германии. Давайте проверим. Да, Германия. В пруду сидим. Это смешно. Так, ну и зайдем куда-нибудь. Да, сайт открывается. Не могу проверить заблокированные. Я сейчас там, где заблокированных сайтов нет. Приложение лежит в трее. В общем-то можно сюда не заходить. Ну, разве что отключить и подключить. Вот. Теперь мы в Варшаве. Единственное, можно зайти в PsiCash. Вообще приложение бесплатное, но режет скорость. Несмертельно, но режет. Трафик, кстати, не режет вовсе. Но если вдруг вам нужно, чтобы летало, то можно завести здесь аккаунт, прикупить местных денег и разблокировать турбо-скорость на день, час и так далее. Тоже, кстати, удобно. Покупайте только, когда нужно. Кстати, оплата в криптовалюте есть. Также существенная деталь для жителей России. А курс внутренний один к одному, но с нулями. Ну то есть пять долларов это пять тысяч PsiCash. Ну то есть это неделя. В принципе дороговато для средства для обхода блокировок, но можно брать по часу и только когда нужно. Все-таки еще раз на бесплатном тарифе тут скорость вполне приличная. Так, ну и для Android это выглядит вот так. Под Android надо уже устанавливать, но приложение есть в Play Маркете. Нажали старт, разрешили подключение по VPN и собственно можете пользоваться. Вот он показывает, что я в Варшаве. Трудно понять работает PsiPhone или нет, потому что я и так в Варшаве. Сейчас проверим по IP. Опять в пруду. Что-то у них все выходные, а IP в прудах. Просто шпионский мультик какой-то советский. Но в любом случае это не мой адрес. Да, PsiPhone работает. Ну если вам не нужно весь трафик гнать через PsiPhone, а, например, только заблокированные приложения типа Facebook или, скажем, у вас один браузер под запрещенные сайты, второй под все остальные, то можно выбрать какие приложения запускать через PsiPhone. Тут, кстати, выбор точки выхода. Вообще у них много серверов, очень много стран. У стандартных VPN сервисов обычно 5-6 стран и все. А вот здесь настройки VPN для выбранных приложений и просто выбирайте приложение, которое надо запустить через PsiPhone. Ну и, собственно, все. Для многих это будет оптимальное решение. Установили, запустили, попадаете на заблокированные сайты. Поэтому я и удивился, когда люди дружно ломанулись во Вконтакте. Ну и, наверное, поэтому культуру эту надо развивать и тему продолжать. Все, любите друг друга. Теперь это просто жизненно необходимо. И помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я, Вова Ломов и Теплица социальных технологий.